Особое мнение на 101FM На спад будет минусовая температура В выходные уже будет минус 6, минус 7 Вот Новости за последнее время у нас Достаточно позитивные То есть у нас собираются открывать в следующем году Прямое авиасообщение с Калининградом Минеральными водами и Махачкалой Вот Хотелось бы узнать на основе чего было принято решение То есть раньше у нас же тоже было Прямое авиасообщение Почему решили вернуть То есть что Ну на самом деле Тут вопрос все-таки Больше наверное зависит не только от нас Или не столько от нас А сколько от готовности авиакомпаний Организовывать подобные перелеты То есть Нужно понимать куда они готовы летать Потому что мы же понимаем Что парк самолетов он ограничен И для них крайне важно В том числе делать своеобразные Стыковочные рейсы Это раз Второе наверное что наиболее важное Это учитывать мнение людей Учитывать мнение пассажиропотока Куда он Проводился какой-то опрос там Среди жителей региона Ну вот выбор Тех вариантов Которые вот они представлены Они же достаточно очевидны Здесь Мне кажется Сильных опросов проводить не надо Кировчане очень любят летать в Калининград Развитие внутреннего туризма За последние два года Увеличило пассажиропоток в Дагестан В Махачкалу Ну и минеральные воды Они как бы традиционно Тоже востребованы Потому что там это тоже эконом-сегмент Достаточно хороший Поэтому выбор Наверное вот на основании этих двух Позиций как раз и основан Ну я очень надеюсь Что помимо вот этих трех направлений Все-таки появится точка в Самаре То есть появится авиарельс в Самаре Потому что на мой взгляд Он наиболее востребован Нежели даже Казань Потому что Самара крайне неудобна С точки зрения транспортной логистики Ну да, в Казани если можно на машине добраться В Казани там 4-5 часов А Самара это все-таки тысяча километров И поэтому добираться Либо там поездом сутки Либо трансфером через Москву Или там с пересадками Не знаю где-нибудь в Нижнем Новгороде Это очень неудобно И мы вот так как В своей деятельности я много работаю В том числе с Приволжским округом У нас очень много регионов Которые вот находятся южнее нас И всегда возникает вопрос о том Что пригласить коллег из этих регионов Или съездить к ним в гости Упирается вот в эту транспортную логистику Она и дорогая по деньгам И самое главное Она дорогая по времени Которая на это все затрачется Поэтому я очень надеюсь Что все-таки переговоры с Самарой У нас пройдут успешно И у нас появится еще один рейс Ну то есть это зависит сейчас От переговоров с Самарой Переговоры ведутся с авиакомпаниями Опять же С авиакомпаниями Которые работают Или там Которые базируются В тех городах Которые собственно С которыми мы ведем переговоры Ну а от чего именно мнение Ну точнее возможности авиакомпании Зависит то есть от вложений Которые в них идут Или как-то работают Ну от пассажиропотока Потому что как бы понятно Что авиакомпании Они в первую очередь зарабатывают Если они пользуются Во вторую очередь Это уже финансовая сторона С точки зрения субсидирования С точки зрения бюджетов Которые в этих процессах участвуют То есть мы там закладываем И мы там постепенно расширяем Географию Куда летают наши самолеты Вот Я надеюсь Что эта практика все-таки получится И в этой связи Наверное Есть смысл У нас был какой-то период времени Когда Очень активно обсуждали Открытие международного терминала Мне кажется Если все-таки возвращаться К этому разговору То может быть Есть смысл искать Частного инвестора То есть точно не на бюджет Открывать терминал А искать частного инвестора И идти по пути Ну вот Да Мы сейчас же как раз Хотим сотруд Ну как бы уже начали Я так поняла Сотрудничество с Китаем То есть у нас Александр Валентинович ездил На заседание То есть И хотелось как раз узнать То есть как это отразится уже Ну непосредственно Конечно на развитии региона И как это отразится на туризме То есть для нас Ну давайте так Раз уж мы Чтобы закрыть тему с аэропортом Я честно говоря не верю Что у нас появятся рейсы в Китай Потому что Все-таки возможности Нашего аэропорта Они сильно ограничены Да То есть Вот С одной стороны С другой стороны Даже с учетом того Что Китай Достаточно большая Почистенность населения На пассажиропоток Ну это может же дать толчок Просто для направления В другую сторону Ну Опять же Наверное Во многом все будет зависеть Как мы Как бы это банально не Прозвучало Там проведем юбилей И что у нас останется После юбилея То есть Тот выхлоп Информационный выхлоп Выхлоп В том числе Туристический От того Как будет проведен В следующем году юбилей Он будет способствовать Либо Нашему повышению В рейтинге Туристической привлекательности Да То есть Ну Либо мы останемся На том месте На котором есть Да То есть Соответственно Там пассажиропоток Международный Ну Слушайте Ну Я не знаю Я как бы Если рассмотреть Китайцев В качестве основного Направления Пассажиропотока Ну я как-то в это Не особо верю Да С другой стороны У нас же есть Об этом Тоже много говорили Потому что Сейчас почему-то На этой неделе Переключились на Китай Но у нас Ведь завязались Хорошие отношения С Белоруссией С Гомелем С Гомельской областью И вот как бы Да Об этом говорят меньше Здесь Здесь Перспектив Мне кажется Намного больше Потому что И Мы можем Кировчане Открыть для себя Белоруссию За счет Подписания Этого соглашения За счет того Что там Киров и Гомель Станут городами Побративами Ну и я думаю Что мы интересны И белорусам В том числе Потому что Ну У нас По климату Мы достаточно схожи Но у нас есть Какие-то новые места Какие-то Свои уникальные Достопримечательности Которые мы можем Показать И этим заинтересовать Белорусов Ну и естественно Что там Туристический трафик Это Достаточно большая доля Это транзитного трафика Да То есть Те кто едут Предположим Из центра На Урал Из центра Сибирь Мы как бы Должны пытаться Перехватывать их Чтобы они проезжали Через нас Или же там Те кто едут На юг летом Да То есть Тот же Урал Тот же Север Ну тоже через нас Чтобы они ехали Через нас Вот это как бы Перспектива для развития Туризма Ну а хорошо Если не считаю Именно рейсов То что еще делается Для того чтобы Привлекать людей Извне к нам То есть Какие-то может быть Планируются Открытия Там Я даже слышала Как-то аквапарк У нас хотят Через пару лет Открыть Ну то есть В 25-м году Заявлено Ну опять же Опять сделаю Сноску на то Что сейчас В рамках подготовки Юбилея Одна из задач Которая стоит Это Не просто там Провести какие-то мероприятия А сделать Задел на то Чтобы Формировать Туристическую Привлекательность Да то есть Возможно там Это Не столько будет Там ремонтом и дорог Сколько Созданием каких-то Интересных Инфраструктурных И туристических Маршрутов Достопримечательностей Новых То есть Вот опять же Мы Там надеемся Что Как раз Вот Со следующего года Мы будем Менять эту политику И у нас Тем более Есть возможность Презентации Опыта Региона Точнее потенциала Региона На федеральном уровне Это и выставка России И там Серия мероприятий Которые в рамках Юбилея пройдут В Москве Ну вот За счет этого Как бы Рассказывать Москвичам Гостям столицы О том Что есть такой край Как Киров Кировская область И он Ничем не хуже Чем все остальные Города Россия Как бы так оно и есть Ну конечно Да Кировская область Она в принципе Мне кажется Особенно Известна всем Там своей Дымковской игрушкой Ну и многими Достаточно Не будем говорить О том Чем сейчас она известна К сожалению Да То есть Там Дымковская игрушка Это наверное Такое Более старшее поколение А более молодое поколение Там у них Другие ориентиры По Кировской области И вот Как бы Эту ситуацию Надо чуть-чуть поменять И для этого Там у нас Есть И тоже Недавно Была озвучена Перспектива Точнее Готовность построить Два Фиджитал центра Да То есть Это современное Такие Спортивно-телекоммуникационное пространство Где Молодежь может там заниматься И активным Спортом И В том числе Компьютерными играми Ориентировочно Это случайно Не в Озерках Там какие хотели Вот как раз Построить комплексы Насколько мне помнить Ну да То есть На базе одной школы И Нет Не в Озерках Да На базе одной школы В Озерках По-моему И На базе Кампуса Который Будет строиться На месте Квату Вот То есть Вот Создать такие точки Да Там Привлекательности Мне кажется Там вполне реально За Этот Следующий год Да То есть И Тогда Сейчас как раз У нас идет акцент Я так понимаю На развитие Именно какой-то Привлекательности Опять же Медийности Нашего региона Ну На самом деле Туристическая привлекательность Это ведь Спектр очень большой Это и от того Насколько нас знают А Насколько мы доступны С точки зрения Транспортной логистики И цен Да Вот то что мы сейчас До эфира обсуждали Да Сколько Сколько стоят билеты Туда или сюда Это и Развитие Гостиничного бизнеса Общепита Дорог Предложений По турам Да То есть Вот как бы Там Ну где собственно Отдыхать у нас Да То есть вот Там спектр достаточно большой И поэтому Вот там Акцентирование Внимание На этом Сейчас Оно В основе Планирования мероприятий На 24-й год На празднование юбилей Поэтому Ну там Мы с вами встретимся Через два года И будем подводить итоги Оценивать результаты Подводить итоги И будем Тогда говорить о том Что да Мы стали более привлекательны И к нам приехало много народу То есть нам Даже оценивать Нужно будет Не по следующему году А по 25-му году То есть даже через два уже Когда уже Не будет столько Большого количества Там Каких-то Юбилейных мероприятий Да То есть А люди будут Там Либо по инерции Либо по Там Тому что им здесь понравилось Они будут выбирать Киров Вот тогда мы Там Можем Говорить о том Что да Там Мы поменяли Или не поменяли Ситуацию Но В любом случае И Та же история С новыми авиарейсами С развитием Существующих авиарейсов Это тоже элемент Развития Туристической Привлекательности И поэтому Там Я знаю Что много Предположим В той же Южной части Приволжского округа Саратов Самара Пенза Они бы И хотели бы Сюда приехать Но Там Не все решатся Проехать Пищу километров На машине Все круги надо Ада надо объехать Поэтому Как бы Все Как говорится В работе Все в наших руках Дай бог Если Все будут Мыслить И работать В одном направлении И с ориентацией На результат То есть Дай бог Что это принесет плоды Хотя бы через два года А плоды в любом случае будут Я почему говорю Что мы Вряд ли ухудшим Свою туристическую Привлекательность Потому что У нас есть уже Сформированные бренды Сформированные Фишки Которые мы Сформирована Инфраструктура Она Как бы Точно Обновится Ну вот Но хотелось бы Чего-то еще нового Чтобы мы Действительно У нас стало больше возможностей Больше потенциала Так хорошо Ну вот Вернемся уже Опять же К сотрудничеству С другими странами То есть Та же Беларусь И тот же Китай То есть За счет чего Если вот С вопросом о туризме Мы разобрались За счет еще чего Мы сотрудничаем с ними То есть Что Сырье Поставки Ну я предполагаю Что конечно Зная там Интересы Китая Две вещи Это лес И Современное Производство В области Информационных технологий В области технологий То есть С точки зрения леса Ну у нас уже В регионе Есть примеры Работы Мы уже сотрудничаем Да И здесь вопрос Наверное будет заключаться В том Что проширять Это сотрудничество Не путем Увеличения количества Фирм А путем Создания здесь Производства То есть Усложнения продукта Который продается Чтобы И переработка Здесь была Вот С точки зрения Технологии У нас есть И заводы Да С теми Там Это и военно-промышленный Комплекс Это и машиностроение Где Собственно Ведется работа С технологиями Ну и плюс ко всему Опорный вуз Который Достаточно Хорошо развивается И я надеюсь Что появление Кампуса Которым мы говорим Да Там станет еще Очень мощным Толчком Для того Чтобы у нас Вот эта тема Развивалась И очень надеюсь Что те же там Китайцы Вложатся В строительство Кампуса Потому что Как бы Если Они действительно Заинтересованы В высоких технологиях То Там Инвестировать Надо Ну то есть По сути Даже если Говорить об учебе Можно Учеба по обмену То есть Тоже практикуется Ведь с Другими странами Да Она есть У нас же в вузах Достаточно Количества В том числе И представителей Китая Что касается Белоруссии Ну Белоруссия Это в первую очередь Наверное сельское хозяйство Сельское хозяйство Это то Что И у них И у нас Да Там Вызывают взаимный интерес То есть Мы Достаточно неплохо Идем там Не знаю В молочную отрасль Например Да Там В топ Пять Регионов Входим У них достаточно Хорошо Все это Тоже развивается То есть Такая взаимоподдержка Некая Вот И второе направление Я так предполагаю Что это может быть Что-то наподобие Предположим Здравоохранение Потому что Белоруссия И там Гомельская область Это Места с большим количеством Санаториев Профилакториев Где там Реально В хороших Условиях В хороших пейзажах Хорошие специалисты Оказывают помощь Мы здесь То есть Пучевки например Выдавать Да Ну у нас Вот сейчас Есть Такие направления Предположим Знаю Одну организацию В Кирове Которая Работает С Санаториями Кавказских Минеральных Вод И Направляет туда Пожилых людей По каким-то Показаниям В межсезонный Период По более дешевым ценам Но Сохранением Качества Проживания И качества Медицинского Обслуживания То есть По сути Почему бы И в Беларуси В принципе Не сделать Того же самого Я С удовольствием Сам Все мечтаю Съездить в Беларусь Давно там не был И знаю Что Многие ездят туда В санатории В том числе Познакомиться с Беларусью Но живут там В санаториях В профилакториях На берегу У нас в Кировской области Тоже Вот есть же Санатория Опять же Которая тоже У них есть Свои нюансы У наших санаториев Самый главный Нюанс Это конечно Цена С точки зрения Местных жителей Что она Достаточно высокая То есть Она равняется Хорошим санаториям В тех же Как Афмин водах Да То есть И Ну Многим Она недоступна Ну понятно Лучше Ездить на минеральные воды Чем у наших санаторий Ну С другой стороны У наших санаториев Есть Своя целевая группа Там Это жители В основном Севера Ну да Коми Поэтому Отнюдь не в противоречие Вступаем Поэтому да Если ей будет возможность Ездить в Беларусь Полечиться Поотдохнуть То я думаю Что Ну тут полторы тысячи километров То есть Считайте На машине На самом деле Тут Сутки Рукой подать Конечно Хорошо Тоже Опять же У нас открылось Буквально Четвертого уже ноября Открылась выставка ВДНХ На которой представили Выставка Россия Выставка Россия На ВДНХ Да На которой представлена Наша область Вот Хотелось узнать Ну Сейчас уже Сейчас еще конечно Совсем рано говорить О каких-то результатах Этой выставки Но Какие может быть Планы на то Что эта выставка Может нам принести Ну Вы знаете Опять же Вот если вспомнить Вы-то этого не помните В силу вашего юного возраста ВДНХ Это всегда была площадка Где люди могли Знакомиться С республиками С регионами С городами С их Предложениями Их возможностями Их потенциалами И так далее И то Что сейчас Открылась выставка Россия Это на мой взгляд Некое такое Возвращение К тому Что было востребовано И успешно Люди приходили всегда На эти выставки Там Именно Вот Посмотреть Что у нас есть Вы были в павильонах Вот такое количество Павильонов То есть они заходили В каждый Для того Чтобы не просто Затариться чем-то Да То есть А в том числе Посмотреть Посмотреть Красоты Посмотреть Что можно посмотреть Да С какой-то историей Даже познакомиться С какой-то историей И поэтому Выставка России Это вот попытка Вот это Дело возродить То что Выставка Сделана Достаточно большое время То есть экспозиция Там до 12 апреля Следующего года Ну наверное Это хорошо Единственное Что нужно понимать Что там Ажиотажный интерес Он все равно упадет Ну конечно То есть он может быть Появится еще там В Новый год В рождественские каникулы Но там Рассчитывать Что там 190 тысяч Как это было В первый день Там Ну точно Ходить не будет Но с другой стороны Это всегда Есть возможность Еще раз говорю Похвастаться тем Почему мы можем Быть интересны Тем людям Которые живут В Москве Или оказались Там проездом В Москве То есть Вполне вероятно И я в это Тоже верю Что По итогам У нас появится И экономическое Сотрудничество С какими-то Другими Может быть Регионами С какими-то Другими территориями Потому что Ну вот Мы действительно Там Сегодня показываем Самое Наверное Лучшее Что есть В нашей области И что Действительно Является Нашим Вятским То есть У нас Много Хороших Заводов Но эти Заводы К сожалению Либо Входят В какие-то Крупные Холдинги И так далее Их там Рекламируют А вот Именно То что Производят И делают У нас Наши Предприятия Наши предприниматели Вот это Хорошая площадка Для того Чтобы это Показывать Ну вот Кстати О предпринимателях То есть Ну я сама Опять же Не была На выставке Но мне сказали Что нет На выставке Ну представителей Наших Местных Производств Каких-то Нет Может быть Нет Руководителей Специалистов Ну как Ну там Молоко представлено Лес представлен Да То есть Там какие-то Другие сферы Тоже представлены Ну для них Собственно Другие мероприятия Для руководителей Они тоже проводятся Да У нас до этого Была презентация Кировской области В торгово-промышленной Палате В России В планах Презентация Кировской области В Государственной Думе В Совете Федерации То есть Для руководителей И специалистов Проводятся дополнительные Мероприятия Это раз И второе В том Что у нас В следующем году После того Как выставка Россия Прекратится Закончится Будет Своя выставка В павильоне Рабочей колхозницы Где Весь павильон Там отдан Кировской области И у нас Как бы Еще будет Там постоянно Действующая В течение 24-го года Тоже Ну то есть Будет возможность Показаться всем И всем Еще дополнительно Показаться Поэтому Я думаю Что Ну Может быть Те кто не успел Или там Не смог найти выходы И договориться Могу адресовать В дирекцию 650-летия Я думаю Что там Есть возможности Еще Дополнительно Обсудить вопрос О дополнительной Презентации Тех кто не успел Но в целом Мне кажется Что подготовительная работа Была проведена Достаточно хорошо И объемно И потенциально Всех интересантов Потому что я знаю Что подключалось И не только Министерство Промышленности И торговли Но и торгово-промышленная Палата И другие Объединения Предпринимательские Ну то есть Кто хотел Тот собственно Ну может быть Кто успел Кто успел Но обычно Когда хочешь Ты же всегда Быстрее всех Понятно Но если мы Уж совсем всех Я думаю Что нам Одного павильона Вообще будет мало Потому что у нас Много производителей И много Есть чего показать Так Ну то есть В принципе Если подводить Выводы Всего этого У нас идет Активное развитие Точнее Как бы Попытка Повысить Медиа Как бы Медийность нашего региона Развитие Вот опять же Туризма Привлекательности Слово попытка Как бы Давайте так План По развитию По развитию Наличия Кировской области В медиапространстве Да Да есть И У нас В рамках Опять же Юбилейных мероприятий Тоже Есть Мероприятие Связанное С Работой С федеральными СМИ По повышению Как раз Узнаваемости Кировской области Есть Проекты Связанные С Предположим Для примера Там Прокатом Видеороликов Кировской области В метро Московском И В других городах То есть Как бы Да Работа такая Ведется И на мой взгляд Она правильная Так Хорошо Тоже Вот зашла речь У нас Про Новый год То есть Что может Подвигнуть К посещению Готовь сани летом Да Заранее Вот Самое естественное Такое То что удивило Многих Это покупка Новой елки То есть Которая стоила У нас сначала 11 миллионов Тут оказывается Недавно Узнали Что 13 миллионов То есть Что было со старой елкой Не так И Что произошло Вот Всем Кто эту тему обсуждает Да Вот Вы задали Абсолютно Правильный вопрос Надо Попробовать Начать С разговора О том А что не так Со старой Да Вот Как бы Я видел Старую елку Но Как бы Если вы представляете Ее конструкцию Они Она все-таки Искусственная И поэтому Она Держится В том числе За счет Большого количества Всевозможных Натяжных канатов Троссов И так далее За время использования Той елки Которая есть А сколько она прослужила Ну она лет 9 Наверное Где-то уже Прослужила Да То есть За время использования Уже Как бы Там есть Ситуация Что Может быть Есть Вопрос безопасности Возникает Так Ну что ж Пришло время рекламы Мы ненадолго Прервемся После чего Продолжим Особое мнение На 101FM Так Ну что ж Мы возвращаемся После небольшой Рекламной паузы И остановились мы На обсуждении Новогоднего украшения Нашего города Ну да Вот в паузу Мы тут уточнили Не 9 лет А 12 лет Она отстояла Да И поэтому Если говорить Там о стоимости Ну давайте Мы будем ее считать В том числе С учетом стоимости Амортизации Это елка Я думаю Ну лет Если все Ничего Лет 15 Простоит То есть В принципе Ну мне кажется Что При таком подходе Там при таком Рассмотрении Там стоимость Она достаточно Адекватная Да То есть Мы не тратим Там Деньги на то Чтобы каждый год Покупать То есть Мы используем То что есть Это одна сторона Другая сторона Конечно Нужно Уже там Смириться И привыкнуть К тому Что все Что связано Там с Бюджетным финансированием Оно дорого Ну По одной простой причине Что Сами все процедуры Они достаточно дорогие Если мы с вами Как просто жители Можем прийти К любому Знакомому Там Не знаю Леснику нашему И сказать Рубани ко мне елочки На Новый год Павел Семенович Давай это самое Договоримся Там на елочку Да То здесь Прекрасно понимаем Что если Там государство Придет к этому леснику То потом сядут все И поэтому Там все процедуры Они Достаточно Заформализованы Занорматированы Да То есть законодательно А какие вот основные Аспекты При покупке Новогодней елки Для украшения города То есть Ну Что это должно быть Лицензировано Что должна быть Обеспечена безопасность Что должно быть Обеспечено обслуживание Ну Чтобы все было чисто По сути Да И поэтому Там все Бюджетные процедуры Все вот подобные процедуры Они Получаются Достаточно дорогие Мы вот В этом году Конкурс Город добрых соседей Когда только начинали Первый конкурс Да Мы тоже сталкивались С тем Что когда мы презентовали И говорили Что мы готовы На благоустройство В рамках конкурса Давать людям Грант 650 тысяч Нам тоже говорили Да какие 650 тысяч Тут Нет проектов Там дешевле Двух миллионов Там это же Вот надо Чтобы организация Там Заказать проект А это должна быть Сертифицированная Организация Значит она будет Просить много денег И так далее И тому подобное Ну да Получилось Очень хорошо Вот показать Эту разницу Что проекты Которые Реализуют Сами люди Да То есть они Сами находят Подряд На организации Они с ними Сами договариваются Сами проплачивают И это получается Там в 2-3 раза Дешевле Вот Но государственные Процедуры Они все-таки За счет того Чтобы Ну основная идея Тех же там 44-го того же Закона Это все-таки Борьба с коррупцией В этой сфере Да То есть И Введение туда Вот Много Большого количества Критериев Обязательных критериев Связанных С лицензированием И сертификацией Участников процесса Она приводит к тому Что цена растет Да То есть Вот Тут обсуждали В интернете Там Сегодня буквально Читал о том Что там Давайте вернемся К тому Что главным критерием 44-го Должна стать Там Низкая цена Ну да Согласен Но Цены и качества Это вопрос качества Да То есть Качество и безопасность То есть Я не сторонник Высоких цены Не оправдываю И мне это тоже Не нравится Что цены Очень большие Но мы с вами понимаем Что Там И ответственность Тех людей Которые Участвуют В этом процессе Она Достаточно большая Поэтому Там 11-13 миллионов Это много Ну да Это Это много Это и вызвало Собственно возмущение Ну я думаю Что Как бы Сюда включены Ведь не только Вопросы В том что Вот купить Ёлку поставить Она будет храниться Она будет обслуживаться Она будет там Каким-то образом Там где-то что-то Подремонтироваться Да То есть То есть Это все Как бы Будет входить Наверное В стоимость Этого контракта Хорошо Тоже Из украшений У нас Собираются Поставить Трамвай По-моему Троллейбус Троллейбус Да Троллейбус На площади То есть К чему Это Ну почему Выбор Пал на троллейбус Я честно говоря Насчет троллейбуса Поразился Когда он еще 1 сентября Появился На площади Да Что за Стремление Ну Тоже Большое обсуждение Идет В интернете Этой темы И Основная масса Все-таки Сводится Основное количество Людей Сводится К тому Что не надо Этого делать Я бы Наверное С точки зрения Организаторов Пространства Новогоднего Постарался Прислушаться К людям Тут даже Не вопрос В том Что там А вот мы Назло докажем Что это будет Красиво Пошел бы По пути того Что все-таки Люди говорят Что не надо Этого делать И Это Наверное Правильно Потому что Это не праздник Администрации Или правительства Это праздник людей Ну да Конечно В первую очередь Ориентироваться на них Александр Валентинович Наш губернатор Он всегда говорит Что Не должны Приниматься Решения Без учета Мнения людей Вот как бы На сегодняшний момент Люди Говорят о том Что не надо Этого делать И я целиком Наверное Это поддерживаю Если есть Красивый Подобный Арт-объект Да Ну давайте Мы его поставим Где-то в районе Нашей Троллейбусного парка Да То есть Организуем Все что там Хотим Там хотим Музей Давайте музей Организуем Хотим Чтобы он ездил Давайте пусть он ездит Да Там Но как бы Просто поставить Потому что Кому-то Захотелось Его поставить Наверное Это неправильно Тем более Что еще раз повторю Есть обратная связь Есть реакция Людей Которые говорят Не надо Притом Это люди Которые Ну в том числе Участвуют В жизни Города Занимаются Урбанистикой Занимаются Темой развития Пространства То есть Их нельзя считать Вот просто Какими-то Но это не последние люди По крайней мере К ним можно прислушиваться Интернет Троллями То есть Это люди Которые Действительно Что-то для города Готовы делать И делают Банально После этих праздников От этого несчастного Троллейбуса Может ничего не остаться Я не знаю Что останется Я не знаю Как он будет эксплуатироваться То есть Может быть Он просто будет стоять И будут у него закрыты двери Да То есть Может быть Там будет Какой-то там Постоянно присутствовать Представитель Который будет контролировать Чтобы ничего не Там все это Это же детские праздники Они Дети Те же Исходим из того Что люди сказали Что не надо Ну вот как бы Давайте подумаем Тогда может быть Над чем-то другим Тогда это будет интереснее Плюс ко всему Я думаю Что Там площадь Можно заполнять И чем-то Чем-то другим Более натуральным Да Опять же Вспоминая советские времена Собственно Там Две-три Больших Скульптуры Ледяные скульптуры Которые Там под горки Оформлялись Ну вот Давайте на этом Сконцентрируемся Давайте мы сделаем Там Воснецовскую тему Например Да То есть там Богатырей Там Не знаю Всех сказочных персонажей То есть Это будет У нас же тоже Кстати Будут Использоваться Сказочные персонажи По-моему В украшениях В этом году Вот раньше Из них делали горки Да То есть там Ну да Большие 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 Не то что Там сейчас Трехметровые А там они были Метров по 10-15 Ну посмотрите Старые фотографии Ну да Хорошо Силу возраста Не могу оценить Вот Поэтому Я Вот Призываю Там и городскую администрацию Все-таки Еще раз Обсудить вопрос С троллейбусом И прислушаться К мнению горожан Ну что ж А на этом У нас подходит Время программы К концу Вот Было очень приятно Пообщаться Напоминаю еще раз Что у нас в гостях Был советник Губернатора Кировской области Михаил Курашин Всем всего доброго До свидания Настя Поздравляю вас С первым эфиром Желаю долгих Долгих лет Работы Спасибо большое Спасибо Особое мнение На 101FM